Так, у меня тут распаковочка вот такого пылесоса. Класс! Это пылесос в Москву. Это пылесос беспроводной. Знаете, такой палкопылесос я их называю. Это рамит. Так, у нас здесь что? У нас здесь инструкция, гарантия. Короче, этот пылесос, он и пылесосит, это самое главное, и моет. Но моем мы, конечно, швабры отдельной, но для ежедневной уборки, опять же, это тоже будет очень классно. Вот как раз это моющий блок. Здесь основная щетка. Блок собирательный. Здесь вот эти вот черные, они пожестче. Синие прям мягкие-мягкие. Так, здесь у нас сама палка, которая вот здесь складывается. Давайте тоже доставать. Смотрите, вот здесь кнопочка, и она оп, и пролезает во все, то есть под диванами. Щетки. Круто для дивана, для каких-то узких щелей. Так, это, как я понимаю, мотор. Смотрите, еще вот такая насадка есть. Его, в принципе, можно использовать и как автомобильный пылесос. Так, это, как я понимаю, его крепить к стене, чтобы он удобно висел. И сам блок управления пылесосом. Просто, смотрите, какой бластер. Круто. А, здесь вот так она, смотрите, вот так вот нажала, и оно снялось. Мне нравится сам вид вот этого бластера. Я просто как из Рика Морти. Но это еще не все. Здесь еще вот такая щетка. Вот это вот вынимается и ставится вот это. Тут у нас крепление к стене. И, конечно же, для зарядки. Да, проверила. Прошлась. Но перед уборкой. Это буквально кухня. Я вам покажу примерно, как происходит такая не очень сильная, не супер генеральная уборка у меня практически каждый день. Ну, то есть, реально, практически каждый день я этим занимаюсь. И у меня нет такого, что там каждый день я вытираю пыль, например. Да, или там каждый день я, не знаю, там мою полы. Ну, нет, в конце концов, у меня тоже есть свои дела. Я специально ничего не делала. Я специально вот просто вот как оно есть. Потому что мы живем, мы не роботы, мы не убираем. Иногда, ну, вот бывает такое, что там что-то где-то положил. Да, вот у нас недавно были гости. Вот у меня салфетки до сих пор тут лежат. Чтобы гостям было удобно брать салфетки с комода. Да, и, естественно, потом уже мы все это дело растаскиваем по своим местам. И даже независимо от того, что у нас очень мало, опять же, тех же самых полисборников, каких-то открытых полок, каких-то мягких вещей, типа ковров и так далее. Все равно пыль скапливается. Все равно, естественно, особенно на полу. Потому что у нас есть животные. У нас черные, вы видите, у нас здесь все светлое, да. У нас черные животные. И, соответственно, на полу я вам тоже сейчас это все дело покажу. Почему сегодня тоже затрону тему пылесосов. Потому что пылесосы у нас, у нас их много. Нам они очень нужны. Это крайне важная вещь вообще в нашем обиходе, так скажем. Потому что большим стационарным пылесосом, который дико прям мощный, я убираюсь примерно раз там где-то в неделю, раз в полторы недели. То есть это уже такая генеральная уборка, где там просто высасывается пыль просто отовсюду. Достаются там, вытаскиваются диваны и так далее. У нас есть робот-пылесос, который я отвезла, кстати, уже в Москву. Это так, вот знаете, просто вот если ты куда-то уходишь, пускай он там где-то пыль соберет. Вот. И очень важным атрибутом нашей уборки, конечно же, является вертикальный пылесос. Раньше я их вообще не понимала, но сейчас в своей жизни без них мы уже не представляем. У нас есть здесь один в этой квартире. И, естественно, мы купили такой, именно вот, вот эта вот палка-пылесос, да, вертикальный пылесос в Москву. Потому что это реально очень удобно. И вот то, что происходит у меня вот здесь. Естественно, дочку причесываю перед школой. Какие-то там ключи, какие-то, опять же, поводки, вот эти вот всякие ошейники. Это, естественно. И что происходит, например, в гостиной. Вот у меня Сонечка поиграла, почитала сегодня перед школой и оставила, да. Вот какие-то коробки новые, кроссовки ей достала. Вот это вот все я рисую. Я сегодня вам покажу, что я рисую. Вот о чем я говорю, да. Были гости, приходили. Остались салфетки. Салфетки убрать, все эти очки тоже надо убрать. В общем, мерила тут что-то. Вчера постирала. Постирала даже джимовские вот эти вот ошейники. Все просто нужно по местам. То есть здесь не грязно. То есть здесь я буквально там пару дней назад я убирала там пыль. И просто как бы здесь вот, ну, неопрятно. Я очень не люблю вот этот неопрятный вид. А здесь вот я сегодня была на тренировке. Вот у меня тренировочные штаны мои. В общем, здесь вот тоже надо кое-что собрать. Здесь, конечно, вообще не видно, потому что мы, конечно, очень хорошо, что в Москве, что здесь. Мы очень круто подобрали, конечно, ламинат для того, чтобы просто вот, ну, как-то вот, чтобы не видно было вот этого всего. Вот смотрите, это шерсть. Сейчас весна. Животные очень сильно линяют. Вот вы видите, да? Вот оно все. Это как бы жизнь с животными. Тут уже как бы ничего не сделаешь. И так по всему полу. Здесь вот какие-то тоже вот какая-то пыль сюда забирается. Но, опять же, все это я вот каждый день. Это занимает очень мало времени. Уберу все с поверхности. И вы увидите, насколько все будет красиво, насколько все будет по-другому вообще выглядеть. Я просто очень хочу вам показать, как сильно меняется пространство, когда вещи лежат на своих местах и когда вещи лежат не на своих местах. Просто убрала то, что у меня было на столешницах где-то, на столах. Просто все вещи лежат на своих местах. Соответственно, здесь тоже уже красиво. Ну, а дальше это вот буквально я вот это сейчас сделала за 10 минут. Вот. И сейчас как раз-таки время вертикального пылесоса у меня наступает. То есть буквально вот это все со вчера. У меня вот такой вот Рамид. Это пылесос фирмы Рамид. В нем есть такие детали, так скажем, которые меня устраивают намного больше, чем тот пылесос, который здесь у нас сейчас. В этом пылесосе немножечко побольше функций. Пылесос можно поставить на парковку, так скажем. То есть это зарядка. Она крепится куда-то к стене. И, соответственно, вешается пылесос. И здесь есть такие специальные такие штучки, которые его, соответственно, заряжают. То есть это такая станция зарядки. Но мы его заряжаем просто от шнура. Закончили уборку. Вот так вот поставили. И он у вас стоит, не падает. Это тоже очень важно, потому что пылесос, который у нас здесь, падает. То есть его нужно прям вот куда-то прям очень хорошо прислонить. А стены сверлить как бы. Ну, не каждый хочет. Если вам нужно собрать пыль, например, под какой-то поверхностью, для того, чтобы не нагибаться, не наклоняться, у него здесь есть специальная кнопка для того, чтобы ему согнуться самому. Убрать пыль в труднодоступных местах. Вот я и сделала буквально пару движений. Я думаю, что уже видно, что пыли он здесь насобирал достаточно много. Ну и давайте вот покажу на примере той самой пыли. Короткошерстная собака и реально очень много шерсти. И короткошерстных собак намного тяжелее вычесывать, потому что обычные щетки и расчески здесь вообще не помощник. Еще у этого пылесоса есть несколько режимов. Есть режим экономия, ну то есть эко-режим, то есть тот режим, который экономит заряд аккумулятора. Режим, на котором проходит именно большинство уборки в нашей квартире, потому что нету ничего такого прям супер тяжелого, что нужно всасывать. Но есть, естественно, турбо-режим, то есть это повышенные обороты, это прям вот он всасывает достаточно хорошо. И это не веник, это не электровеник, то есть этот пылесос действительно всасывает. Но мы пользуемся автоматическим режимом, то есть это режим, который распознает. То есть вы сейчас видели, что я подъехала к грязи, он был на экономии электроэнергии, да, то есть это просто обычный эко-режим. Как только появилось больше грязи, он, соответственно, сам это все дело распознал и включил именно турбо-вдув уже. Для того, чтобы быстрее все это собрать, для того, чтобы тщательнее все это собрать, это, конечно, тоже очень классно. В нашем, в прошлом этого, ну, нету. Ну и, кстати, он достаточно негромкий, потому что у нас, друзья, даже, видите, на турбо-режиме, то есть у меня слышно как бы все нормально. Потому что у нас друзья недавно приходили, купили себе тоже пылесос вертикальный. И когда мы начали убираться, они говорят, ой, мы сначала испугались, что сейчас будет очень громко. Нет, абсолютно нормально, комфортно. Саша, например, каждый день чистит вот этот коврик. Чтобы не быть голословной, вот смотрите, вот где я поработала пылесосом, и вот там, где еще нет. С щеткой можно убрать пыль из дивана. Я убираю буквально, ну вот, опять же, весь диван, это 30 секунд. Просто быстро после собаки собрал, потому что часто бывает такое, что он с прогулки быстро запрыгивает просто на диван, не успев, например, там, почистить лапы, такое тоже бывает. Ну и моя самая любимая насадка, это такая основная, это насадка для щелей. И особенно там, где вот, знаете, вот между диванами, вот это вот все, вот видите, тут крошки Соня намусорила. Видите, он даже распознал эту крошку и на турбо-режиме ее убрал. Все, чисто, никакой пыли. Ну и сейчас это, естественно, особенно актуально, потому что у нас в доме ребенок, причем ребенок аллергик. И муж у меня тоже аллергик, сейчас началась весна. Мы закупились, конечно, таблетками антиаллергенными. И вот если побольше пыли, да, побольше вот этой шерсти всей, то есть они у меня начинают чихать. Глаза красные, сопли. Еще пропылесошу ковер. Я тут с вами, я просто вот из-за того, что я вам это показываю, естественно, прошло уже, ну, побольше времени. А так вообще это буквально за 5 минут. Я сейчас покажу, сколько мусора и пыли я насобирала за один день. Просто жизни обычной среднестатистической семьи. Если у вас, ну, у нас окна всегда открыты, то есть у нас еще с улицы летит вся вот эта вот пыль. У нас здесь нет кондиционера. В Москве у нас в одной комнате кондиционер. Для ковра я сейчас поменяю насадку, вот эту вот поставлю, потому что здесь пожестче. Из-за того, что в доме животные, конечно, без этого никак не обойтись. Все, буквально вот она встала. Все, защёлкнули и поехали. Здесь у него есть дисплей. И вот ковер я всегда делаю на турбо и с вот этой щеткой, которая прям собирает так собирает. Вообще она мне нравится больше, чем мягкая вот эта вот. Здесь у нас фильтр. Один. Здесь у нас фильтр. Номер два. Это просто моется под краном, сушится. Вытаскиваем. Так что смотрите, пыли у вас тоже очень много. Ссылку на то, какой у меня пылесос, я вам внизу под роликом обязательно оставлю. У них также есть скидки. Сейчас идёт майская распродажа. С какого по какое число, я вам тоже всё напишу внизу под этим роликом. По вот этому промокоду вы можете получить скидку. Пылесос себя оправдал. Я очень люблю насадку именно вот, которой я пылесосила ковёр. Ей можно пылесосить не только ковёр. И, собственно, вообще всё практически я делаю именно ей. Сегодня показала вам и ту, и другую. Но моё любимое вот это. Чистите, убирайтесь. Это всё на самом деле очень-очень просто. И даже если у вас в доме животные, если вы хотите животное, но, например, у вас останавливает то, что от них много шерсти, да, от них реально много шерсти, особенно весной и осенью, но это совершенно не проблема. Даже, даже с аллергиками в доме можно иметь животных и чисто хорошо себя чувствовать. У меня с огромным удовольствием пользуется этим пылесосом мой муж. То есть каждый раз после работы он приходит, и ему не нравится, когда, например, в прихожей есть песок, там какая-то пыль. То есть он, в основном, он именно пылесосит эти коврики. И покажу вам сейчас, что я рисую на джинсах. Это вообще улёт просто. Это, конечно, очень смешно, но я нарисовала Рика на джинсах. Причём на джинсах, в которые я пока не влезаю. У меня здесь эти бумажные полотенца, для того, чтобы расправить джинсы, чтобы было удобно рисовать. Ну и, короче, здесь у меня вот такой вот рик. Это, кстати, краска вот здесь, и вот эта зелёная, она светится в темноте, по идее, но я ещё не проверяла. Вот. Сделала пока два слоя. В общем, не знаю, пока делаю ещё вот эти вот чёрные. Здесь вот ещё не сделала. Тут тоже будет всё обводиться чёрным. Вот так вот. Но он пока натянутый. Так что посмотрим. Мне просто... Я первый раз такое делаю. Вот видите, здесь даже бутылочка. Вот. Я просто первый раз делаю, поэтому решила сделать на джинсах, ну, пока пробный вариант. И делаю я всё это вот таким вот краском. И очень специально купила тоже вот эти вот для одежды вот такие. А с чего всё началось? Мне на день рождения подруга подарила вот такие акриловые краски для одежды. Вот. Так что накупила ещё разных. И вот рисую кучи кисточек у меня здесь. Так что вот, занимайтесь, созидайте тоже иногда. Не всегда надо работать и убираться. Надо иногда и посвящать время себе. Я вот так вот заварю себе чайку, сижу какие-нибудь передачи смотрю и рисую на одежде. В общем, следующую, наверное, сделаю куртку. У меня есть джинсовая куртка, которую я очень мало ношу. Почему ношу? Потому что она неинтересная. Так что надо её как-нибудь облагородить. Так что вот. Всё. До следующего ролика. Всех люблю, целую, пока.